Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Обеспечить меры безопасности во время крещенских купаний. Такую задачу поставил глава города Анатолий Пахомов. 73 улицы Сочи готовятся к предстоящему Кубку Конфедерации. Привести к единому облику нужно еще около 200 объектов. Петух, охраняющий футбольный мяч. В Сочи появилась еще одна скульптура, посвященная футбольным турнирам. В Сочи на сборы приехала российская команда рыкбистов. Оценить результаты их подготовки горожане смогут уже в марте. Развить гражданское общество. В Краснодаре сегодня прошло пленарное заседание Краевой общественной палаты. В съезде приняли участие 95 человек, в том числе и глава региона. Сейчас на Кубани зарегистрировано 6,5 тысяч некоммерческих организаций. В прошлом году общественная палата помогла проверить учреждения детского отдыха и готовность школ к учебному сезону. Рассмотрено больше тысячи обращений жителей края. Как заметил губернатор, общественная палата должна стать проводником между людьми и властью региона в решении проблем. Самый эффективный контроль будет, когда само общество будет контролировать все процессы, которые происходят и способствуют гармонизации этого общества. А вот здесь задача посложнее. Не членам, которые уже максимально активны и все понимают, а вовлечь само общество в процессы контроля над происходящим вокруг них, над самой жизнью. Вот здесь надо намного постараться, чтобы убедить каждого члена общества, что от него что-то зависит, что он может влиять на жизнь вокруг себя, сделать самоуправление деятельным. Вот это основная задача, я считаю, общественной палаты. На заседании Краевой общественной палаты в том числе обсудили возможность после изменений в законодательстве предоставления некоммерческим организациям социальных услуг с финансированием из бюджета. Свои соболезнования родным провалившихся под лед подростков выразил губернатор края. В связи с произошедшей трагедией Вениамин Кондратьев накануне провел селекторное совещание с руководителями специальных служб и главами районов. Конечно, слава соболезнований и родителям, и родственникам, и близких этих ребят, которые погибли. Глава Тимошевского района сделайте все возможное, чтобы финансово помочь сегодня этим семьям в организации похорон и в целом пережить им эту трагедию. Семьям погибших оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Для того, чтобы попытаться избежать подобных трагедий, Вениамин Кондратьев распорядился патрулировать спуски к водоемам в населенных пунктах дружинниками и казаками. Безразличие, равнодушие людей привело к этой трагедии. Ведь кто-то видел, как они заходили на лед. Это, в принципе, был день. Кто-то видел, как они по льду шли. Но никто ничего не предпринял, чтобы этих мальчишек убрать со льда. Это есть и по жизни. Не про юридическую ответственность, а про человеческую ответственность. Равнодушие сегодня, сплошь и рядом. И я уверен, по краю много вот таких различных мест, где явно скопление молодежи и явно нет организации пассажирской перевозки. Просто давайте будем реалисты. Отсутствие каких-то условий, которые мы, коллеги, не создали для того, чтобы они нормально доехали домой. Невыгодные маршруты с этим согласен. Максимально согласен. Все это невыгодно. Но цена вопроса – человеческая жизнь. Четырех мальчишек. Вот цена вопроса. Это и невыгодность. Возможно, перебои в движении общественного транспорта между пинтбольным клубом, откуда вышли подростки, и поселком Садовод, где они жили, заставили ребят сократить дорогу через замерзшую реку. Губернатор распорядился проверить доступность транспорта в местах массового отдыха людей. Обеспечить меры безопасности во время крещенских купаний такую задачу поставил глава города Анатолий Пахомов. Всего в Сочи будет организовано 12 мест для крещенских купаний во всех районах города. Места традиционные, за исключением Адлерской набережной. Там купание отменили в связи с недавней трагедией самолета Ту-154 и гибелью людей вблизи побережья. Такие рекомендации дал благочинный адлерских церквей отец Алексей. В остальных же местах глава Сочи поручил обеспечить все необходимые меры безопасности. В частности, организовать дежурство скорой помощи и спасателей. Спасатели Кубань спас, спасатели службы спасения города, спасатели Юргинца. Распределите буквально везде. Вот их у нас 12 и там 3-4 человека должно быть. Казачество, которое должно там тоже патрулировать. Крещенские купания намечены в ночь на 19 января и 19 числа утром. До этого времени поручил Пахомов необходимо обследовать места для купаний. Добавлю, что утром 18 и 19 января во всех храмах города Сочи будут проведены службы, по окончании которых можно будет набрать святую воду. Ну а всего же охранять общественный порядок на крещение будут 278 полицейских, 144 казака и 113 дружинников. А вот в аэропорту Сочи с питерского рейса сотрудники транспортной полиции накануне сняли дебошира. Наряд ППС вызвал диспетчера аэропорта, а пассажир, по его словам, грубо нарушал общественный порядок на борту. Буйный 45-летний сочинец был доставлен в дежурную часть и направлен на медицинское освидетельствование. Результаты подтвердили сильное алкогольное опьянение. За появление в общественном месте в таком состоянии сочинцу назначен штраф 500 рублей. И также ему не вернут деньги, потраченные на билет. Другим новостям. В среду 18 января воды не будет в части Лазаревского района Сочи. Причина – ремонт на водозаборе реки Псизуапсе. С часу ночи до четырех возможно пониженное давление вплоть до полного отсутствия водоснабжения в поселках Лазаревское, Солоняки, Зубово-Щель, Чемитакваджи, Волконка. В работах будут задействованы 8 человек и 2 единицы спецтехники, сообщает Сочи Водоканал. Водители могут лишить выплат по ОСАГО, введя вместо них компенсацию в виде ремонта. Об этом сообщает портал газета.ру. Выбирать автосервис сможет автовладелец, но только из списка тех мастерских, с кем у страховой компании заключен договор. Соответствующий законопроект уже одобрен Нижней Палатой в первом чтении, а Центробанк подготовил поправки ко второму. В законе планируется прописать, что ремонт производится без учета износа деталей, а страховая компания отвечает за качество ремонта и сроки, в которые он производится. Кроме того, в течение года депутаты смогут принять множественные поправки к закону об ОСАГО, подготовленные Минфином. Ведомство предлагает сделать три вида полисов с разной страховой суммой. С действующим сейчас лимитом 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей здоровью, до 1 миллиона рублей по каждому из рисков, а также увеличенные до 2 миллионов рублей. Кроме того, Минфин предлагает убрать коэффициент мощности транспортного средства из расчета в стоимости полиса, а вместо него ввести повышающие коэффициенты для нарушителей ПДД и понижающие для аккуратных водителей. Накануне автомобильной аварии снова отметился Дагамыс. Причина – то самое опасное вождение, за которое планируется ввести немалые штрафы. На картинке с камерой видеонаблюдения заметно, как «Белая Семерка» пытается обогнать идущие впереди машины. Но по какой-то причине водитель не смог удержать курс. Автомобиль занесло на встречную полосу. Там ВАЗ столкнулся с Нивой Шевроле. Обошлось без жертв. К тому же не пришлось долго ждать инспектора. В патруль ехал сразу за пострадавшей Нивой. 73 улицы Сочи готовятся к предстоящему Кубку конфедерации. Проект правил благоустройства пока находится на согласовании у депутатов. Но собственники объектов, находящихся в маршруте гостеприимства, уже получают паспорта. На что еще должны обращать внимание главы районов и ответственные за городские улицы чиновники, указал мэр курорта Анатолий Пахомов во время еженедельной планерки. Все подробности у Татьяны Говорковой. 28 января на горнолыжном курорте «Роза Хутор» состоится празднование 500 дней до старта международного футбольного турнира. Олимпийский парк уже готов принять гостей и спортсменов. В порядке должны быть и улицы во всех районах курорта, особенно те, что входят в так называемый маршрут гостеприимства. Их 73. Собственники домов и других объектов, находящихся на этих улицах, получают уведомления о соответствии правилам благоустройства. Некоторые уже привели фасады, кровлю и ограждения в порядок. 469 объектов соответствуют архитектурному облику и получили паспорта. Благоустройство чуть больше 200 оставшихся будет завершено в ближайшее время. Сочи пользуется популярностью у туристов, и это во многом заслуга власти. А жители города со своей стороны должны постоянно заботиться о чистоте своих придомовых территорий, подчеркнул Анатолий Пахомов. Градоначальник также отметил и важность открытия набережной. И жителей, и гостей курорта возмущает закрытое море. Глава курорта разделяет эту позицию и намерен покончить с беспределом 90-х. А для самих предпринимателей, которые уже несколько десятилетий заботились исключительно о своей наживе, пришло время позаботиться и о привлекательности города. Разберитесь с каждым объектом, потребуйте право документы, подтверждающие собственность, и уберите все навесы. Главная задача – это ширина нашей набережной. Людей много, и они приехали, первое, конечно, не ходить по ларькам. К сожалению, но левая сторона, как подпорные стенки, была построена исключительно законным путем. То есть администрация города выдавала разрешение на строительство. То, что застроено сегодня, это, конечно, незаконно. Пришло время все это дело убрать. И поэтому наша задача любой ценой убирать оттуда все то, что закрывает море. Вызывает нарекания и внешний вид торговых объектов на Адлерском рынке. Мониторинг показал, что прилавки выходят за пределы торговых точек. Много нестационарных ларьков, несогласованная реклама. Нарушаются санитарные и даже нормы безопасности. Во время доклада прозвучало предложение сменить директора Адлерского рынка. А незаконные торговые павильоны будут снесены. Такая же участь ждет и комплексы вдоль федеральной трассы, владельцы которых не будут предоставлять бесплатные услуги пользования туалетными комнатами. Доступными санузлы должны быть и на пляжах. Кстати, уже на следующей неделе будет проведен муниципальный конкурс среди потенциальных арендаторов пляжных территорий. Еще одной важной составляющей в теме водных ресурсов стала безопасность. Все выходы к ручьям и рекам должны быть обозначены предупреждающими о возможной опасности табличками. А чтобы не допустить подъема уровня рек, их необходимо привести в порядок. Передаем из Сочи теплоэнерго автокран, что за подъемностью 23 тонн, передаем самосвал, берем в безвозмездное управление два трактора GCP, поэтому ГО и ЧАЭС вместе с главами нужно составить график очистки русел рек. Промониторить техника у нас есть. Мы готовы. Павел Марчуку Юриевичу надо определиться, куда мы это все будем свозить вместе с главами. Поэтому до 27 числа надо нам составить гражданское оборудование, управление гражданской оборудования, составить график очистки русел рек. В целях безопасности власти города приняли решение проработать вопрос о сносе незаконных эллингов на реке Западной Дагомыс. Они сузили берега реки, и из-за этого есть вероятность затопления ряда улиц в случае обильных паводков. Кстати, о мерах безопасности и правилах поведения на воде в эти дни будут говорить во всех школах города. Пройдут тематические классные часы и родительские собрания. Продолжая тему безопасности, глава города обозначил еще одну немаловажную проблему. В ближайшее время будут обследованы стройки, базы, вахтовые городки, гаражные кооперативы и бытовки, где могут незаконно проживать люди. Прошедший на днях пожар чудом не унес жизни около 20 человек. В случае обнаружения таких нежилых бараков, где все-таки проживают люди, владельцев этих объектов ждет уголовная ответственность и штрафы, а сами строения будут снесены. Еще одной темой планерного совещания стала необходимость активизации и развития местного малого и среднего бизнеса. В качестве негативного примера Анатолий Пахомов привел горнолыжные курорты Красной Поляны, где из-за высоких цен на аренду местные предприниматели не могут выйти со своим товаром, а приезжие бизнесмены вынуждены вставить высокий ценник. При этом земли под объектами принадлежат нацпарку. Это незаконно, и их необходимо перевести в земли поселения, что позволит получать налоги в городской бюджет. По подсчетам специалистов, порядка 2 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на социальные нужды. Например, строительство спортивных площадок. Кстати, мэрия выделила 20 миллионов рублей на возведение 83 гимнастических турников для воркаутов в каждом селе города, чтобы спортом могли заниматься и жители отдаленных поселков. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. Сезон 2017 – вызовы и перспективы курортной сферы города Сочи. Под таким названием сегодня прошел круглый стол. Его организовало местное отделение общественной организации «Опора России». Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» начала свою историю в 2002 году. Сегодня ее отделение есть в 85 регионах страны. Сочи-отделение действует с прошлого года, но уже стало площадкой для эффективного профессионального диалога руководителей предприятий и представителей власти. В первую очередь, конечно, наша цель – объединить интересы местных предпринимателей, защитить местных предпринимателей, потому что на сегодняшний день город Сочи достаточно лакомый кусок для предпринимателей и со всей России сюда приезжают. Наша задача, прежде всего, чтобы наши сочинские предприниматели, они не были обижены, чтобы они присутствовали на рынке, чтобы они развивались. В ходе круглого стола, в котором приняли участие бизнесмены, рестораторы, ательеры и представители власти, а также отделений «Опоры России», обсуждали планы на сезон 2017. Поговорили и о роли малого бизнеса в развитии внутреннего и въездного туризма. Как выжать максимум из сезона? Как сделать так, чтобы каждый гость, который выберет город Сочи для своего отдыха и лечения, не просто побывал у нас и тем самым внес свой вклад в копилку нашего общего успеха, но как сделать так, чтобы этот гость получил максимум сервиса, максимум из обещанного, а может быть даже и чуточку больше, и с удовольствием приехал к нам снова, порекомендовал наш курорт своим близким, своим знакомым, своим коллегам. Итогом круглого стола должна стать резолюция, то есть круг самых острых вопросов, которые Краевое отделение «Опоры России» планирует обсудить в феврале на совещании с новым министром курортов туризма и олимпийского наследия Кубани Христофором Константиниде. Сочинская школьница стала призером Краевого творческого конкурса «Дети Кубани берегут энергию». Елизавета Кирьякина написала сказку эссе о необходимости рационального использования альтернативных возобновляемых источников. Наградили победительницу в торжественной обстановке в Центре управления электроснабжением сочинского филиала «Кубани-энерго». Лиза – воспитанница Центра детского творчества «Дагамыс». Она стала бронзовым призером в номинации «Лучшее эссе». Всего в краевом конкурсе «Дети Кубани берегут энергию» приняло участие более 600 детей. О важности темы, которую шестиклассница подняла в своей творческой работе, говорит и место, выбранное для торжественной церемонии награждения. Именно в этом зале в период проведения зимней Олимпиады управляли всей энергосистемой города. За наградой Елизавета Кирьякина пришла не одна, а с товарищами. Все вместе они – работники Дагамысского пресс-центра. Ребята издают газету «Дага-Ньюз». Эссе «Елизаветы. Сохраним энергию страны» заняло целую страницу многотиражки. Польза использования солнечных батарей и как пешие прогулки связаны с экономией благ цивилизации. Все размышления юного автора посвящены теме сохранения энергоресурсов. Я решила подчеркнуть проблему нашего общества о том, что ресурсов хватит еще ненадолго, и чтобы люди, они экономили эти ресурсы, которые сейчас добываются. Нужно обязательно исправлять краны, если они текут, то может тратиться вода. Пользоваться светом только в нужное время, внимательно следить за готовкой на газовой плите. Ресурсов хватит намного дольше. Краевой конкурс, считают наставники юных писателей, уже приносит свои плоды, являясь одним из эффективных инструментов по популяризации, в том числе темы энергосбережения. Мы думаем, что посетив сочинские электрические сети, ознакомившись с работой службы, диспетчерской службы, увидев, как это все происходит в реальной жизни, ребята смогут четко сформировать ответственность за рационально использованное энергосбережение и смогут поделиться своими знаниями с одноклассниками, родителями, друзьями. Энергосбережение и повышение энергоэффективности – это одно из направлений политики компании. И мы готовы поддержать, помогать подросткам, детям, которые работают в направлении энергосбережения. Мы поздравили Елизавету Кирьякину и ее преподавателя. Это также заслуга преподавателя Ларисы Михайловны от всей души. Сам же Дагомысский Центр детского творчества передали уголок электробезопасности, чтобы ребята не только знали о пользе энергоресурсов, но и не забывали о правилах безопасности. А чтобы школьники лучше понимали изучаемую тему, для них провели экскурсию. А впечатлениях гости обещают написать в очередном выпуске своей газеты «Дага-Ньюс». Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну а тем временем в церквях Сочи продолжают отмечать рождественские святки. Очередной праздник организовали сотрудники Адлерской администрации совместно со священнослужителями Свято-Троицкого храма. Главными зрителями и участниками праздника стали юные адлерцы. В церковно-приходской школе храма ребят поздравили и с Новым годом, и Рождеством Христова. От Рождества Христова и до Крещенского сочельника до 18-го числа идут святки. То есть отменяются посты в среду и пятницу. Люди радуются. В эти дни мы тоже проводим и свою елку для воскресной школы, воспитанников нашей воскресной школы, ну и для всех, кто приходит в храм. Ребята читали стихи, пели песни, в том числе и на духовную тематику. Вместе с воспитанниками воскресной школы свое творчество демонстрировал и уже именитый творческий коллектив «Хор Золотой Ларец», который стал серебряным призером всемирных хоровых игр в Сочи. Хочу пожелать нашим деткам, которые принимали участие сегодня в празднике, может быть, кто-то в первый раз, чтобы кто-то из них пришел в церковно-приходскую школу и стал ее воспитанником, и учился и петь, и стихи читать. Чтобы наши детки пришли и в районный дом культуры, и там стали заниматься. Мы их сегодня пригласили, двери для всех открыты, мы ждем их к себе в гости. Петух, охраняющий футбольный мяч. В Сочи появилась необычная скульптура, она посвящена предстоящему Кубку Конфедерации. Создателями скульптуры стали сочинцы Виктория и Владимир Кириленко, удостоенные награды ЮНЕСКО за эксклюзивные культурные проекты. Двухметровая скульптура состоит из двух символов петуха и футбольного мяча Кубка Конфедерации, который пройдет в российских городах в этом году. Футбольный мяч создан в форме граната и по замыслу художников олицетворяет процветание долголетия, а значит расцвет российского футбола. Мяч, созревший в недрах великолепного сочинского граната, он олицетворяет как раз сочинские матчи. А петух, он как вестник расцвета и глашатай, он значит охраняет этот мяч. Скульпторы уверены, что символ года петух принесет российским футболистам удачу. Поможет ли ему золотая обезьяна с футбольным мячом, прошлогоднее создание авторов из серии футбол и вечность покажет время. Ну и, кстати, линейка необычных извояний, посвященных предстоящим футбольным матчам Сочи, вскоре пополнится еще одним арт-объектом. Появится он 28 января на курорте Роза Хутор, об этом сообщает администрация города. В этот день состоится грандиозный праздник, посвященный празднованию 500 дней до чемпионата мира по футболу. Гостей ждет шоу «Льда и огня», во время которого профессиональные ледорубы создадут символическую скульптуру цифру 500 с огненными спецэффектами. В Сочи на базе Югспорта очередные тренировочные сборы проводит национальная команда по регби. На курорте, который уже стал основной тренировочной площадкой сборной, команда готовится к квалификационным матчам Кубка Европы, а также к нескольким матчам, которые она проведет в марте, как говорят сами регбисты, на домашнем сочинском поле. Все подробности в нашем следующем материале. Сейчас на сборах в Сочи 32 игрока. Это не основной состав команды. Ее костяк, игроки клуба Енисей вместе с главным тренером Александром Первухиным находятся в Великобритании на европейском клубном турнире. Здесь присутствует много молодых игроков перспективных. Без игровой практики на высоком уровне игроки перестают расти. Поэтому я надеюсь, что тренера не будут стесняться и дадут нашей молодежи не хнуть порох в ближайшие клубные или международные игры. В Сочи команда проводит предсезонный сбор. Сейчас закладывается база по физической подготовке команды. Сегодня, например, в программе тренировок бокс. Регби – игра с большим количеством столкновений. И этот вид развивает у игроков умение работать с противником. Другая часть команды задействована в так называемых кондиционных играх. Это игры, приближенные к регби, которые проходят в очень высоком темпе. В Сочи команда проводит десятидневные сборы. Здесь регбисты готовятся сразу к нескольким ответственным матчам. Этот сбор предшествует основному сбору, который будет проходить уже в январе месяце, в конце января в Испании. Там, где мы будем готовиться к матчам чемпионата Европы, которые являются квалификацией Кубка мира. В Мадриде в феврале наши регбисты проведут матч с испанцами, после отправятся в Бельгию. И оттуда в конце следующего месяца снова вернутся на базу в Сочи. Регбисты говорят, курорт стал уже традиционной тренировочной площадкой для команды. А центральный стадион они называют домашней ареной. Кстати, здесь они уже в марте проведут несколько встреч. 4 числа сыграют с Румынией. Здесь же начнут подготовиться к матчу с Грузией. Он состоится 12 марта в Тбилиси. А 19-го спортсмены снова вернутся в Сочи и выйдут на поле центрального стадиона на игру против Германии. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. На завершение выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.